Спасибо, Арстан. Это, как уже сказал Арстан, программа интервью. В эфире Гульнара Жандагулова. И сегодня у нас в гостях известный общественный деятель Бахат Сыздыкова. И мы поговорим об Астане как о городе молодежи. Бахат Ахмедовна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам. Сегодня прекрасная погода, солнце светит. Вот скажите, вот Астана для вас, как город молодежи, что вы связываете с этим словосочетанием? Ну, вы знаете, во-первых, я хотела вас поздравить с праздником. Потому что День столицы, это на самом деле, я его считаю очень великим праздником. Лично для меня, после моего дня рождения Нового года, День столицы, знаете, занимает такое особое место. Потому что, во-первых, я, конечно же, родилась в этом городе. Я родилась тогда еще в Целенограде, потом училась в Акмале. И уже заканчивала, да, получать, начинала свою трудовую деятельность именно в Астане. Вот вы меня сейчас спросили про город молодежи. На самом деле наш город, это город молодых. Вообще, если даже брать статистику, то 30% населения Астаны – это молодые люди в возрасте до 29 лет. А как вы знаете, у нас прописано даже законодательно в законе о молодежной политике Республики Казахстан сказано, что молодежью является человек до 29 лет. Так что Астана – 100% город молодежи. И для молодежи здесь есть все условия для хорошей жизни, для хорошего старта. Не случайно очень много молодых людей каждым годом приезжает в Астану покорять столицу. А вот всегда говорилось, что Астана – это город для молодежи, он привлекателен для молодежи. Но вот чем именно, по вашему мнению, вот если бы вы собрались сюда переезжать, на что бы вы ориентировались, что бы вас привлекло в этом городе? Ну, во-первых, столица любого государства – это всегда центр жизни. Мы всегда говорим, что сердце страны бьется в Астане. И поэтому, конечно же, чтобы быть в гуще событий, очень многие молодые люди переезжают в Астану. Это, конечно же, и для карьерного роста очень хорошие перспективы, и вообще для старта жизни. Вы знаете, я всегда говорю, что в Астане, посмотрите, какая прекрасная атмосфера в Астане. В Астане очень особая энергетика. Астана – это такой город, где постоянно все движется, где постоянно все меняется. И, конечно же, эта энергетика такая очень свойственная молодежи. То есть энергетика молодежи, энергетика Астаны – она очень тождественная. Поэтому здесь молодым людям хорошо. Вы знаете, когда мы только… Вот, может быть, я так отвлекусь в историю, да? 10 декабря 1997 года наша столица обрела статус именно столицы. Был подписан указ президента о переносе из Алматы в Астану, нашей столицы. И мы тогда встречали караван, большой караван во главе с нашим тогда еще единственным президентом, да, Рустановым и Бештином Назарбаевым. Тогда они с Орл Пысиной, с Первой Леди, приехали, и мы на площади центральной, там, где сейчас Акимат, встречали. И тогда я работала в Ивразийском университете, была председателем комитета по делам молодежи. И вот мы с нашими ребятами, с молодежным активом пришли встречать президента. И вы знаете, сколько… Вот я прям помню эти лица, да, наших ребят. Сколько было радости, сколько было воодушевлений. Нас вообще очень вдохновил тот факт, что наш родной город, наш родной Целиноград в итоге стал столицей. Представляете, это же круто. И я всегда, наша молодежь, я была лидером молодежного движения «За будущее Казахстана» по Астане. И когда мы встречались, да, когда там что-то у нас не получалось, я говорила, ребят, ну посмотрите. То есть мы, например, идем, да, утром идем, этого здания нету, вечером идем, уже фундамент, на следующий день идем, уже здание стоит, да. Ну то есть это настолько город менялся очень быстро, настолько он преобразовывался. И я всегда нашим ребятам говорила, смотрите, вот на примере Астаны, который меняется не просто каждый день, вот буквально каждую минуту, каждую секунду, мы видим великие возможности нашей страны. И очень многих этот факт вдохновлял жить в городе, который, знаете, постоянно меняется. И я думаю, что сейчас вот Астана, да, вот мы видим, посмотрите, какие прекрасные здания, да, у нас на самом деле очень комфортный город для проживания. И я абсолютно не согласна с многими там блогерами, которые говорят, что вот, у нас там пустой левый берег, люди не ходят, город не приспособлен для жизни, ничего подобного. Я сама живу на левом берегу, у нас прекрасный город, у нас очень удобный город для жизни. Ну вот вы живете на левом берегу, говорите, а какие-то есть места, которые, может быть, недавно появились, они вам полюбились, вот что вы любите посещать? Ой, вы знаете, у меня есть самое такое, одно из самых любимых мест, у нас есть такое здание, да, пирамида, которое построил очень известный английский архитектор, да, Норман. И получается так, что вот там есть такое одно место, прямо у подножия пирамида, говорят же, пирамида это вообще такое энергетическое место, но там просто такая энергетика, ты видишь весь левый берег. Ты видишь, знаете, как стрела такая проходит, аж до хан-шатыра, но это надо просто видеть, я, наверное, сейчас не смогу объяснить, но я всех приглашаю в Астану, приезжайте, посмотрите, мое любимое место. И вообще, если честно, в Астане у меня очень много мест любимых, потому что, ну, во-первых, это город моего детства, я здесь родила, здесь училась, здесь закончила университет, и, конечно же, очень-очень много мест. Ну, это заметка для наших гостей столицы, кто, может быть, не знает, куда сходить в Астане, помимо официальных каких-то мест. Обращайтесь, проведу экскурсию. Бахат Ахметовна, расскажите, вот вы всегда были связаны с молодежью, продвигали ее интересы, а вот сегодня чем вы занимаетесь, что сейчас у вас в приоритете? Вы знаете, сейчас в приоритете, ну, у меня очень много общественных различных проектов, есть проекты по бизнесу, мы сейчас развиваем сеть кулинарии и так далее, да, то есть это такие вот вопросы. Ну, что касается, например, общественной жизни, да, вот наиболее таким проектом, в котором я живу, это диабетическое сообщество НОДИЕ. Мы помогаем детям больным диабетом первого типа, просто людям больным диабетом, потому что на самом деле это очень большая проблема и для Казахстана, и для нашего общества, и вообще для всего мира, потому что в мире каждую секунду умирает 6 человек, представляете, от диабета именно. Поэтому, конечно же, мы очень хотим сделать так, чтобы наши жители были здоровыми, и наши граждане, сограждане и останчане в том числе были здоровыми и не попадались под эту сахарную зависимость. Вот помнится, вы были депутатом одного из первых созывов, да, расскажите вот тогда... Вы имеете в виду Маслихата. Да, Маслихата. Вот расскажите тогда, какие задачи вы перед собой ставили, вот вообще, что вы хотели сделать для города, для, может быть, страны, наверняка были какие-то идеи, вот удалось их как-то воплотить? Вы знаете, очень интересно, само было интересное время, потому что выборы проходили в сентябре 99-го года только-только на заре столицы, да. Мне очень просто безумно повезло, что вот именно мое становление как личности началось вот, да, вместе со становлением Астаны. И вы знаете, получается, меня избрали, люди мне доверили такую высокую, да, позицию, быть депутатом Маслихата Астаны, мне тогда было 25 лет. И, естественно, да, я тогда была лидером молодежного движения, на меня смотрели ребята молодые, все очень сильно помогали. И, конечно же, первым делом, которое мы хотели сделать, это программу молодежь, потому что тогда не было еще закона о государственной молодежной политике. В 99-м году не было никаких государственных программ, даже не было, только-только зарождалась концепция государственной молодежной политики. И поэтому мы создали городскую комплексную программу молодежь. И вы знаете, потом очень многие города, именно у нас, регионы, перенимали опыт у Астаны и приезжали даже делегации из России и так далее, потому что мы заложили очень-очень много позиций, которые до сих пор работают в Астане. Единственное, конечно же, о чем я жалею, нам не удалось тогда заложить вопросы, связанные с жильем, обеспечением жильем молодежи, потому что это был очень финансово затратный вопрос. И вы знаете, к сожалению, вот уже 99-й год, а сегодня 2019 год, но, к сожалению, эту проблему с обеспечением жильем молодежи мы, к сожалению, до сих пор не решили. Но вот этот год объявлен годом молодежи, вот по вашему мнению, что нужно сделать, чего вот еще не хватает, какие пробелы нужно устранить? Вы знаете, ну, наверное, нашего эфира не хватит, если я буду перечислять все пробелы, которые есть еще в нашей государственной молодежной политике. Да, вопросов на самом деле очень много. Если честно, много чего решилось, да, уже, потому что на самом деле, вот за всю историю независимости, я не скажу, что мы ничего, да, не делали в плане молодежи. У нас и принят закон, законодательные, вообще по законодательству у нас все идеально, но как это реализовывается уже в регионах, да, это, конечно же, ну, как помягче сказать в эфире Хабара 24, да, и звон в рук лоха, я считаю. И, конечно же, больше надо уделить вопросу социального обеспечения молодежи, потому что вот именно в социалке у нас всегда пробелы. Вот то, о чем мы говорили, это обеспечение жильем, обеспечение работой, обеспечение, допустим, потому что очень многие люди, знаете, они молодые люди. Они хотят, допустим, создать семью, но их останавливает вопрос жилья. Они хотят, например, да, там, родить не одного ребенка, да, а нескольких, их останавливает вопрос тоже, да, как это все обеспечивать. Поэтому, я не знаю, вот сегодняшний праздник просто не хочется омрачать, да, всеми этими вопросами социальными. Но мне кажется, вот здесь самое главное, да, решать социальные вопросы. Ну, это не только среди молодежи. Вы знаете, что в последнее время, да, наше общество, оно просто вот, да, взбудоражено, да, именно вот социальными проблемами. Поэтому социалка, социалка, еще раз социалка. Ну, вы яркий пример того человека, который сделал себя сам, как принято говорить, self-made. Вот на сегодня, насколько, по-вашему, можно сказать, что вот в Астане, то есть в Нур-Султане можно добиться всего самому, то есть без чьей-либо помощи. Вот в чем вы видите образ будущего молодого человека в Астане? Это он какой вот вообще? Ну, вот вы сказали, да, о self-made. На самом деле, просто посмотрите на мой пример. У меня папа работал на заводе Цельнаград-Тельмаш. Мама работала продавцом в кулинарии. Я из очень простой семьи. Но, тем не менее, в 25 лет я стала депутатом, в меня поверили наше население, да, меня избрали депутатом. И потом пошла вот такая, да, моя политическая карьера. И я могу точно сказать, что каждый человек, вот я никогда не верю тому, что когда говорят, вот, нужны связи. Да, я понимаю, у нас очень большая коррупция, да, я знаю, что есть некоторые должности, за которые люди дают взятки, чтобы пойти на эту должность. Но если ты талантлив, если ты идешь к своей мечте, то тебя не остановят никакие коррупционные схемы, понимаете? Тебя по-любому заметят. Если ты работаешь, если ты служишь, то самое главное, да, для молодежи вот такой совет, то надо ставить перед собой высокие цели. Если ты служишь обществу, если ты служишь народу, если ты хочешь сделать свою страну лучше, счастливее, начинай с себя, да, прежде всего. И не смотри, вот, да, там, это все, можно, да, такое слово нехорошо сказать, это все отмазки, что там, знаете, вот это невозможно, у нас нет никаких возможностей. Вот я перед вами сижу, да, живой пример того, что это возможно. Что только главное не предавать себя, верить себя и самое главное служить народу. Бахата Ахмедовна, скажите, вот вы всегда были связаны с КВНом, с какими-то такими веселыми молодежными движениями. На сегодня в Нурсултане как вообще работают вот эти вот организации, как вообще это все развивается? Ну, вы знаете, во-первых, я, конечно же, горжусь тем, что нам в свое время, да, в конце 90-х годов удалось запустить вот это КВНовское движение в Казахстане. Мы были очень против того, что создать там одну лигу какую-то, да, к чему очень многие там призывали, давайте создадим одну лигу КВН, и все. Я всегда говорила, ребята, в каждом регионе создавайте свои лиги, чем больше будет лиг и школьных и так далее, и так далее, студенческих, тем будет лучше. Вы знаете, вообще очень интересная история, да, создания нашей команды. Вот мы всегда играли в КВН, у нас были свои команды, но однажды это было, я до сих пор это помню, 17 ноября 1999 года, тогда наш тогдашний Аким Адельбек Джексебеков, он сказал, мы только что разговаривали с президентом, и он сказал, имя Астаны абсолютно не знают. То есть надо популяризировать имя Астаны. Давайте вот вы, молодежь, придумайте какие-то проекты, которые могли бы популяризировать вот в мире наше имя Астаны. И, конечно же, да, так как я сама играла в КВН, я предложила, давайте создадим сборную Астаны. В итоге мы создали сборную Астаны, нас очень хорошо поддержал Акимат, власти, и вы знаете, что вот Астана Кизет, да, это вот одна из популярнейших сейчас, да, хотя мы уже не играем, но одна из популярнейших команд в клубе веселых и нахочевых, и казахи сделали свое имя вот именно в истории КВНовского движения. И сейчас уже очень много проходит игр, то есть если раньше игры проходили только на русском языке, то сейчас есть и казахскоязычные лиги, вы знаете, они очень популярные, ребята работают, и в принципе все выходцы, да, с такого юмористического направления на телевидении и так далее, это вот выходцы с нашей команды, тот же Турсумбек Аббатов, и Нуртас Адамбай, там, и Даут Шахисламов, я могу просто перечислять и перечислять эти имена, Нурлан Куэнбаев, вот, это все вот ученики нашей команды. Ну, вот, я знаю, что у нас очень много историй, связанных с первым президентом Казахстана. Вы можете вспомнить, что это ярко? Потому что вот сегодня солнце, это очень удивительно, потому что обычно в Астане у нас на день города почему-то немного ненастная погода. Вот я помню, вы рассказывали историю, что когда вот пришел президент, Нурсултан Адзарбаев, в общем, стала погода ясной, да? Вы знаете, да, но самое интересное, вот, да, сегодня, посмотрите, у нас солнце. Вообще обычно 6 июля всегда идет дождь. Сейчас, наверное, новый президент, да, я не знаю, будет сегодня дождь или нет, но, по крайней мере, когда был наш президент Ельбасе, да, Нурстан Абишевич, всегда в какой-то момент сюда шел дождь. И очень многие говорили, да, знаете, даже когда он в Мекку приехал, и пошел дождь, многие говорили, о, человек отмечен, да, небесами. И я на самом деле помню один такой случай, мы тогда еще были очень молодыми ребятами, мы только-только начинали КВН, нас тогда еще никто не знал, и был один из дней столицы. И мы должны были выходить, я стояла за кулисами, и в итоге я так и не вышла на этот праздник, знаете, почему? Потому что пошел такой ливень, а сцена была на улице, были тогда, приехали президенты, ну, практически всех стран. И сцену просто аппаратуру залило, и просто, вот, знаете, такой был импровиз. И тогда встал вот уже ныне покойный президент Узбекистана, да, Каримов, и он сказал, Нур-Султан, ты знаешь, в твое день рождения всегда идет дождь. Вот, Нур-Жаук-Тур, вот ты отмечен небесами. Я вот просто на всю жизнь это запомнила, да, что ты отмечен небесами. И потом я наблюдала, что каждое 6 июля, каждый день столицы, день рождения Ельбасы, всегда шел дождь. И знаете, какой-то такой определенный момент, вот просто такой, знаете, прям, вот, стеной дождь, как бы, да, и я считаю, что, ну, вот, у нас мусульман же есть, да, такое, что за каждой капелькой дождя стоит свой ангел. И мне кажется, вообще, Астана – это такое место, которое просто было благословено небесами. Здесь место такое намоленное. Вы знаете, что история нашего города начинается не просто в 97-м году, когда мы перенесли столицу. Здесь было древнее городище Базок, здесь была Акмала. Поэтому я вообще очень люблю историю нашего региона и считаю, что мы живем в самом прекрасном месте, несмотря на то, что зимой у нас такие холода. Ну, вот, кстати, насчет холодов. А вам не кажется, что в Нур-Султане погода стала, по крайней мере, зимой мягче, морозы начали спадать? А, конечно, это же специальная была программа, когда, вот, опять же, да, мы только-только начинали, президент пришел к нам на заседание Маслихата, потому что все программы в городе, вы знаете, утверждаются Маслихатом. И он тогда защищал проект такой «Зеленый пояс Астаны». И он нам объяснил, что если мы будем вокруг Астаны высаживать деревья, то мы поменяем микроклимат. Ну, тогда, если честно, мы так, знаете, к этому отнеслись. Ну, ладно, типа, какой микроклимат? Но, вы знаете, на самом деле, когда начали высаживать зеленый пояс Астаны, вот вы сейчас сами, да, обратили внимание, что климат стал реально мягче. То есть меньше ветров стало, да, меньше вот этих песчаных буль. Потому что я помню, когда была маленькая, да, у нас в Целенограде всегда, знаете, такой ветер подует, и прям песчаная буря, прям песок, знаете, везде, аж на зубах скрипит. Сейчас, конечно же, этого уже нет, да, мы этого не наблюдаем. Поэтому это тоже связано с развитием Астаны, это тоже, я считаю, большой плюс. И вообще, вы знаете, когда, я тоже помню этот момент, когда только-только вот объявился проект на развитие Астаны, очень много архитектурных бюро по всему миру начали принимать в этом участие. И победил японский архитектор Куракава, да, все знают об этом факте. И тогда, вот, это вопрос о молодости, да. Я была тогда самым депутатом, молодым депутатом мне было 25 лет, а все вокруг были такие, знаете, уже ахашки, татешки. Вот, и, значит, президент, да, это отель был Интерконтиненталь, самый крутой отель в Астане. И, значит, президент вместе, Нурслан Абишевич вместе с Куракавой пришел, чтобы защищать генпроект этого города нового. И тогда, знаете, вот этот был макет, водно-зеленый бульвар, там, Байтирек, там что-то еще, что-то еще, знаете, и там стоят наши уже взрослые и говорят, ой, мы, наверное, на нашем веку, мы, наверное, этого не увидим. А я такая, ну почему это точно? То есть нам говорят, что лет через пять это будет строиться. И когда, вот, знаете, я до сих пор помню этот макет до этого водно-зеленого бульвара, и я понимаю, что, в принципе, все те идеи, которые были изложены на этом макете, они воплотились. Но единственное, конечно, о чем я жалею, тогда мы задавали много вопросов, да, и архитектору Куракави. Ну тогда я, наверное, была очень молодая, не совсем в этом разбиралась, да. Можно было, конечно, сделать улицы пошире, потому что сейчас теми пробками, да. Ну просто, если честно, да, никто не ожидал, что Астана будет развиваться такими огромными темпами. И тогда, когда мы принимали этот генплан развития Астаны, тогда предполагалось, что в городе будет, ну, максимум 500 тысяч жителей, максимум, может, дойдет до 600 тысяч жителей. А сейчас вы уже знаете, что в Астане уже больше миллиона живет. Поэтому, конечно же, вот в плане проектирования, да, в плане планирования, вообще у нас, если честно, в Казахстане всегда с этим беда, да, с планированием. Вот здесь нам, конечно, надо еще поработать. Ну, вы вот стояли у истоков, получается, истории зарождения столицы. Скажите, вот каким вы видите Нур-Султан, нашу столицу через некоторое время? Потому что она динамична, вы сами говорите, развивается. Вот через пару десятилетий какой это будет город? Ну, вы знаете, прогнозы всегда дело неблагодарное. Но лично мне, да, вот как мечтателю, как человеку, который любит мечтать, который любит воображать, мне очень хочется видеть Астану прежде всего с счастливыми жителями. Потому что самое главное в любом городе – это не здания, это не дороги, это там не красиво расставлены светофоры, самое главное – это жители. И мне бы очень хотелось, чтобы, когда мы говорили, что Астана – это было тире благополучные граждане, мне бы очень хотелось, чтобы мы в Астане приняли программы социальной поддержки незащищенных слоев населения, мне бы очень хотелось, чтобы в Астане не было детских домов, мне бы очень хотелось, чтобы через 10 лет в нашей столице не было людей, которые живут за чертой бедности. Понимаете, мне бы очень хотелось, чтобы Астана стала на самом деле городом счастливых, довольных жизнью людей. Спасибо за такое подробное и хорошее интервью. И надеюсь, что все ваши пожелания сбудутся в том объеме, в котором вы озвучили. А я напомню, у нас в гостях был известный общественный деятель Бахат Саздыкова. Это была программа интервью Ягульна Рожандагулова.